Нередко, просматривая телевизионные сюжеты, наш глаз восхищается несуетливой и в то же время слаженной работой личной охраны президента России. Этим сложным вопросом занимается Федеральная служба охраны Российской Федерации. Парни из этой структуры также занимаются защитой и охраной других первых лиц страны. И все вроде бы хорошо с этим делом у нас, но в голове появляется логичный вопрос. А кто именно защищает главную крепость страны? И кто в случае военных действий на территории столицы будет оборонять кремлевские стены? Что это за силы? Что за бойцы? В этом видео я расскажу вам об этом таинственном воинском подразделении, которое тщательно скрывается от посторонних глаз, выставляя на показ только свою фасадную часть. Об этой маленькой, но очень способной армии крайне мало информации в открытых источниках. Что-то разузнать об этом подразделении очень сложно и не мудрено, ведь отслужившим в этой воинской части даже запрещен выезд за границу в течение первых семи лет ввиду подписки о неразглашении. Кстати, источники из Минобороны Российской Федерации поговаривают, что этих кремлевских бойцов остерегаются даже в ЧВК «Вагнер». Некоторые российские военные эксперты утверждают, что на обучение этого таинственного подразделения государство средств не жалеет. На их обучение приглашают даже зарубежных специалистов, которые делятся с ними секретами спецназа западных стран. Эксперты единодушны во мнении, что хотя кремлевский спецназ покрыт непроницаемым туманом секретности, они считаются одними из лучших в стране по боевому слаживанию и для них нет непосильных задач на поле боя. Итак, давайте обо всем по порядку. Охраной Кремля занимается президентский полк. Но на самом деле это фасадное подразделение кремлевских войск в Москве. Многие думают, что президентский полк ограничивается только почетным караулом. Это ошибочное мнение, хотя и не без этого. О роте специального караула полно информации. Служащие этой роты всегда на виду. Но нас интересует другая, не фасадная часть этого засекреченного подразделения. Примечательно, что президентский полк имеет статус спецслужбы и состоит не в Минобороны, а в Федеральной службе охраны Российской Федерации. По положению, на конец 2017 года полк сформирован из четырех батальонов и кавалерийского почетного эскорта, по сути тоже являющегося батальонным формированием. Командует частью генерал-майор Олег Галкин, который служит в ней аж с 1979 года. Свою службу здесь он начинал еще взводным. Примечателен тот факт, что несмотря на формальное подчинение полка Федеральной службе охраны ФСО, генерал Галкин руководству этой структуры на самом деле не подчиняется. Этот человек подчиняется только лично президенту России, то есть Владимиру Путину. Отдельно стоит отметить, что высшие чины из Минобороны России поговаривают, что у генерала Галкина сложились крайне неприязненные отношения с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. Нынешнее руководство президентского полка не раскрывает ни количества вооружения, ни техники, ни численности самого подразделения, ссылаясь на военную тайну. Однако мне удалось кое-что разузнать. Воинские подразделения президентского полка располагаются не только в Кремле, но и в Подмосковье. Штаб-квартира располагается в самом Кремле, в здании Арсенала, со своим отдельным входом с Николаевской башни. Здесь же находятся две роты специального караула, те самые, которые задействованы в почетных караулах и праздничных мероприятиях. Тут же в Кремле располагаются два батальона охраны. В этих батальонах служат ребята, которые занимаются обеспечением охраны важных лиц. На них также возложены действия по обеспечению охраны и безопасности ценностей Кремля. Личный состав этих рот вооружен автоматами АК-74, ручными пулеметами РПК-74, ротными пулеметами ПКП, снайперскими винтовками СВД и гранатометами. Каждый солдат в этих батальонах в совершенстве владеет своим оружием. Трижды в день бойцы с батальона охраны выходят в дозор за пределы Кремля. Осматривая стены, они частенько находят в кустах закладки с холодным оружием и непонятные свертки. И здесь мы дошли до самого интересного и, как мы говорили, нефасадного подразделения Кремлевского полка. Это батальон оперативного резерва. Это так называемый Кремлевский спецназ. Воинская часть располагается также под Москвой в населенном пункте Новая Купавна. Здесь служат те самые парни, которые примчатся на помощь при критической ситуации в Кремле. Обучают их здорово. Основное внимание уделяется боевой, огневой и физической подготовке. Бойцов регулярно вывозят на полигон, где основными задачами огневой подготовки являются обучение личного состава умелому применению различного оружия и максимальному использованию его в боевых условиях. Здесь же на полигоне отрабатываются различные тактические задачи. Физические нагрузки в кремлевском спецназе сумасшедшие, регулярные многокилометровые пробежки, силовые упражнения и рукопашный бой. Бойцов учат проверенным на практике сокрушительным ударом, хитростям в ближнем бою с использованием локтей и коленей. Тренируют бойцов профессиональные тренера с боевым опытом. Но мало кто знает, что в населенном пункте Колчуга Московской области дислоцируется еще и специальный мотострелковый батальон. Этот батальон предназначен для усиления подразделений президентского полка при решении задач по обороне Московского Кремля. Батальон состоит из штаба двух мотострелковых рот, огневой группы и роты обеспечения. На вооружении мотострелковых рот находятся бронетранспортеры БТР-80А и БТР-80К, а также командно-штабные машины БТР-80ПБКМ. В составе огневой группы этого батальона до 2002 года даже имелись 15 120-мм самоходных орудий 2С-23 НОНА-СВК, а также зенитные установки ЗО-23-2. Но в 2002 году наличие самоходных орудий в составе батальона было признано нецелесообразным, и все НОНА были переданы в другие воинские подразделения Российской Федерации. Насчет дедовщины. В президентском полку ее нет от слова «вообще». Раньше, говорят, дедовщина там была жесткая. В свое время командование решило принципиально избавиться от нее. Как это получилось? Очень просто. Батальон разделили на весенников и осенников, они не пересекаются вообще никак. Критерии отбора в президентский полк. Требования определены постановлением правительства от 1999 года и другими положениями. Что касается обязательных физических данных, рост от 175 до 190 см. Нормальное соотношение роста и массы тела, острота зрения без коррекции, минимум 0,7 на оба глаза и с нормальным цветоощущением. Восприятие шепотной речи на расстоянии не менее 6 метров на оба уха. У претендента на службу в Кремле не должно быть шрамов, родимых пятен и татуировок на открытых частях тела. Еще один немаловажный момент – президентский полк негласно призывают только парней со славянской внешностью. В 2018 году на ежегодной пресс-конференции президента России журналистка ГТРК Дагестан Елена Еськина пожаловалась Владимиру Путину на это негласное требование. Но президент ответил кратко, что ей просто кажется. На службу принимают молодых людей только с полным средним образованием, с высшим приветствуются. Физически подготовленных с незапятнанной биографией, с полной и благополучной семьи. Не подлежат отбору в полк. Постоянно проживающие сами или имеющие близких родственников, проживающих за рубежом. Имеющие близких родственников, судимых за государственные или иные тяжкие преступления. После набора новобранцев отправляют на месячный курс молодого бойца. И только после прохождения КМБ парней распределяют по батальонам. Карабины, с которыми заступают на пост караульные, всего лишь макеты. То есть стрелять они не могут и не должны представлять интерес для злоумышленников. Ведь задача караула заключается не в том, чтобы стоять насмерть, а в отдании воинских почестей. По уставу специальный караул в случае явной угрозы имеет право применить физическую силу, колоть штыком, защищаться прикладом. 4 ноября 1998 года произошел трагический случай с военнослужащим кремлевского полка Михаилом Бобровым. На Спасских воротах им была предотвращена попытка несанкционированного вооруженного проникновения в Кремль. Самодельное устройство взорвалось. Бобров получил многочисленные ранения, но злоумышленник не прошел. По уставу все проблемные вопросы обязаны решать разводящий, который стоит неподалеку. Он выбирается из самых опытных бойцов. Известно множество фактов, когда разводящий караулы укладывал на асфальт неадекватных мужчин. Так что будьте бдительны с выкриками в сторону караульных. В ситуации, если хулиганов очень много, разводящий вызывает оперативную группу из караульного помещения. Она находится рядом с гротом за небольшой стеной, которая примыкает к кремлевской. Оттуда выбегут контрактники уже с заряженными АК-74. Ежели хулиганов прям еще больше, сразу за постом могилы неизвестного солдата стоит небольшая будка. Там спецы из ФСО, кадровые офицеры. У них и стволы покруче, и опыта поболее. А для тех, кто считает, что президентский полк не в состоянии защитить Кремль, поверьте, защитят. Как мне сообщил один из бывших военнослужащих президентского полка, при боевой тревоге на оборону встанет тысяча стволов личного состава с арсенала, плюс батальон оперативного резерва из Купавны, плюс мотострелковый батальон из Колчуги и около 500 человек офицеров ФСО. Так что, судя по всему, Кремль штурмом не взять.